В классной иерархии ты был кем? Я был фашист. Мне самому было противно, да, то, что я гей. Как будто бы мы люди без какой-то истории, что ли, своей. Не знаю, как-то захотелось чего-то, какой-то открытости. Люди думают, что это все какая-то вот... Какая-то половая девиация. Я лично всегда любил и никогда не строил свои отношения без вот этих чувств. Я познакомился с девушкой, и, собственно, да, состоялся у нас контакт. Ну, то, что я гей, я понял уже, когда у меня появился интернет. Это вот в нашей художественной среде называется подмалевок. Я выбрал именно такой жанр, потому что это жанр народный. В общем, это поиск своей истории скорее. Значит, это место, это твой такой hidden place, где ты прячешься от людей. Можно так сказать. Кстати, да, здесь никого нет. Вон там какой-то сумасшедший, как я зашел и смотрят на памятники. Расскажи мне, когда ты приехал в Новосибирск? Я приехал в девятом году поступать на журфак, на журналисты. Поступил удачно и попал даже на бюджет, за что благодарен нашей великой необъятной. Но ты хотел быть художником, насколько я понимаю. Да, дизайнером хотел рисовать. Но как так вышло, что детская художественная школа отбила желание рисовать. В принципе, потому что я ходил туда 9 лет. Когда ты обнаружил, что ты гей? Ну, детский сад это был, да. Я просто, ну, удивлен был последствия, конечно же. То есть не сразу. Но просто потом я это осмысливал и не понимал. Ну, то есть мне понравился мальчик, который был в моей группе. Я называл его кисой, потому что он был с длинными волосами и был похож на кису. Не знаю, мне это докасалось так. Потом был влюблен в парня, который был в параллельном классе тоже. И все это длилось годами. То есть это вот постоянно внашивание в себе этого. И ты просто молчишь, ходишь и смотришь. Ну, в общем, на самом деле многие переживали это. И в частности девушки, которые любили парней, да, молчали. Но у нас это всю жизнь. Как правило. А в классной иерархии ты был кем? Я был фашист. Дело в том, что как-то раз меня донимали. Ну, конечно, лошок. Ну, то есть такая стайка лошков, которых дрюкали периодически. Ну, я стал показывать зубы однажды. И как-то на уроке я нарисовал просто свастику. Ну, что типа это означало, что... Ну, я показал свастику, ну, это означало, что на перемене я буду бить. Ну, мне не хватило смелости встать на уроке и ударить. И я нарисовал свастику и показал. Ну, то есть как выразить агрессию еще. И следом сразу же у меня прицепилась кличка фашист на несколько лет буквально. Вообще я рос в такой семье, где вот такие геи, да, условные, которые показываются по телевизору, типа там Боря Моисеев, там Митя Фомин даже, о котором тоже многие все понимают и все видят. В общем, все это встречал, встречал в нашей семье такие негативные отзывы с дивана. И, конечно же, я вырос в этом и сам эту точку зрения принял в какой-то степени. Мне самому было противно, да, то, что я гей. Я очень долго себя принимал и даже не думал, что я до конца себя принял. Ты, конечно же, начинаешь себя цензурировать, внутренне как-то ограничивать, подстраиваться под внешний вид, да, людей, которые являются натуралами, да, которые ведут себя как-то определенным образом, и ты пытаешься сойти за своего, чтобы, ну, чтобы жить максимально комфортно. И, конечно же, это мучает изнутри. Это внутренняя гомофобия, она разлагает, это неправда, нечестность. С тобой заигрывает девушка, ты делаешь вид, что тебе это интересно. Ты пытаешься тоже строить ей глазки, а потом отворачиваешься, думаешь, нахрена я это делаю? Ну, то есть ты подстраиваешься вообще вот под все, ты играешь роль какого-то себя в параллельной реальности, которого на самом деле не существует. Я просто ко многому привык, я просто, ну, как бы иначе я уже не могу. Ну, то есть я не могу там как-то сесть так или допустить в свою речь какие-то там такие вот нотки, которые бы говорили бы о том, что я более внутренне, не знаю, нежный, не нежный, как это сказать, более чувственный. Я всегда жил уединенно очень, и у меня никогда не было гостей дома, вот, к примеру. И мои друзья, это одиночки такие же, как я. Очень многие переехали уже куда-то. Те, кто остался, они, это филологический круг, такой, таких ученых, таких, которые очень много читают. То есть у меня есть друзья, которые во мне знают. Вот мы с ними учились, и открылся я вот в таком смысле, когда я кому-либо еще сказал так напрямик. Это был, мне было 18 лет, и я тогда признался своей девушке на тот момент, что дело не в ней, а во мне. То, что я гей, я понял уже, когда у меня появился интернет. У меня появилась Аська, это был 2008 год. Я нашел там друзей по переписке, которые меня понимали в этом, да, и сами жили так же. Но они были значительно старше меня, они мне рассказали, что ты не один такой, собственно говоря. Нас таких много, вот, и мы все по-разному живем и тоже страдаем. Но при этом я нашел там людей, которые живут счастливо, живут в паре. И я удивлен был, что вообще такое бывает. Есть люди, похожие на меня, и которые живут вместе при этом. Но не было вот этого убежденности. Была внутренняя гомофобия, которая мне не позволяла это признать в полной мере. И да, начать встречаться с парнем. Я очень долго себя корил за то, что я гей, как я могу встречаться с парнем, это же противно, фу. И мне подвернулось, так скажем, да, то есть я познакомился с девушкой, которая, как мне казалось, гораздо меня старше, которой я оказался интересен, и она проявляла в знаке внимания всякие ко мне. И стали с ней общаться, она оказалась очень умной при этом. Я совершенно был в школотах и ничего не понимал в мировой культуре. Она мне много чего открывала. И, собственно, да, состоялся у нас контакт, который у меня был первый. Состоялся у нас контакт? Да, да, да. Оказалось так, что у меня первый раз и у нее. Вот. И это меня не остановило нисколько. То есть я продолжил это делать, все, что нужно было делать в этот момент. И как-то я сказал, что извини, но я больше не могу. И дело не в тебе, сказал я ей. Когда она начала уже просто плакать, рыдать и приходить ко мне ночами иногда, да, потому что мы жили на одном этаже в общежитии. Ну, однажды я решился и сказал, слушай, дело не в тебе. Я не говорю никому, я это не рассказывал, но хочу, чтобы ты знала. Она сказала, да, конечно, хорошо, мы будем дружить. И мы дружили. И вот за буквально полтора месяца нашей дружбы, она узнала обо мне чуть больше, чем все. Я показывал ей переписку, потому что она поначалу не верила, что это оно. Я ей показывал переписку с парнем, с которым я уже на тот момент переписывался. Так она все вызнала, и потом решила мне мстить. Она действительно ходила по комнатам в общаге и говорила, что, ну, ребят, а вы знали, что вот так-то, так-то. И, кстати, мало кто верил на самом-то деле, но мне тогда казалось, что верят все. Мне казалось, что по мне все видно, что про меня все узнали. Потому что я-то жил вот в этом как раз вакууме, да, ну, таком, то есть я его создавал вокруг себя, и это было моей зоной комфорта. И тут это все стало рушиться. Я живу в напряжении, я живу вот в этом вот почему-то ощущении, что я чужой вообще везде. То есть я попадаю на какую-то новую работу, я понимаю, что я боюсь просто, чтобы мне узнают, выйдет переписку, не знаю, или просто по каким-то моим движениям что-то поймут. Вот сейчас еще есть соцсети, которые тоже о многом говорят. Просто человек видит твои лайки, да, под фотографиями. Конечно же, это напрягает. Я довольно закрытый в этом смысле человек, просто потому что, ну, это мой внутренний покой, моя зона комфорта, когда я знаю, что, ну, я живу, как я хочу, и я не делаю никакого преступления, почему я должен бояться, да. И вот это вот осознание, что я устал бояться. И вообще я давно живу с осознанием, что я такой потенциальный эмигрант, просто я жду вариантов каких-то, ну, то есть, которые мне подвернется, которые я смогу как-то использовать, там, например, тот же Евросоюз или еще куда-то. То есть я постоянно живу здесь, как чужой. У меня очень четкое осознание своей чуждости всему, что здесь творится, и в плане этих праздников, да, скоро 9 мая. Ну, вот я ищу красоту. Вот в этом лубке я в этих цветочках, всяких узорчиках, я ее нашел, мне кажется. После того, когда я начал рисовать лубок, я стал, мне кажется, более любить свою страну, что ли, вот там, страну, в которой я родился. Стал более глубоко заглядывать вот в нашу историю в плане красоты, опять же, да. То есть как все эти узорчики просто, да, все эти, еще раз говорю, цветочки. И вообще вот эта вот тонкость лубка, несмотря на то, что это пошлость, да, некоторые считают, что это пошлость. Я вижу там неимоверную красоту, наивность и какую-то вот непорочность, не знаю, как еще это назвать, какую-то чистоту, которая мне очень близка и которую я бы хотел изучать и вот такую именно красоту транслировать. Это вот в нашей художественной среде называется подмалевок. То есть эту картину невозможно еще назвать картиной, это не оконченная работа, это первый слой, который потом будет дополняться последующими слоями. Я, в общем, взял за основу старинный лубок, который называется «Помеха в любви». Он нарисован, кажется, в веке так 18 или 19, я точно не помню. И там вот в оригинальном сюжете присутствует лежащая на полу женщина. Ну, она, в общем, там упала со стула, и мужчина тоже так вот без штанов стоит в таком растерянном виде, и за ними подглядывают в окно. И они это заметили, вот такой шухер произошел. И в данном случае я рисую, пишу, да, двух парней, которых тоже застукала какая-то доярка, которая будет смотреть в окно и махать. Она, наверное, ничего не поняла, но они испугались очень сильно. У них перевернулась скамейка голубая, и разливается вино из кубка, которое они распевали. Лубок — это такой жанр, так скажем, народного творчества. Первоначально это оттиски такие на бумаге, сделанные посредством деревянного куска, деревянной такой гладкой поверхности, на которой вырезан рисунок определенный. И, собственно, вот на этот рисунок наносилась краска черная, как правило, какая-то простая какая-то краска, и делался оттиск. Я выбрал именно такой жанр, потому что это жанр народный, и для меня важно находить свою идентификацию внутри России, как вот гомосексуала, как человека, который живет каким-то особенным образом. И у меня вообще ощущение такое, что у нас как будто бы мы люди без какой-то истории, что ли, своей. Она как будто бы стерта. Ну не как будто бы, а действительно стерта. И дело даже не в том, что вот эти вот годы репрессий были. В общем, это поиск своей истории скорее, поиск своей идентификации, и как-то почувствовать себя своим внутри этой культуры. В первую очередь себя как гея почувствовать. Мы знаем тоже, что была царская цензура, которая уничтожала ряд лупков на разные темы. И на тему секса, на нашем языке, да, эротически всякие лупки уничтожались цензурой. Ну и наверняка была тема, я так думаю, мужеложества, как-то представлена там. Ну и мои лупки, это как раз такое желание угадать, может быть, какие-то лупки, которые были уничтожены когда-то на Руси. Вот. И, ну и показать своим братьям, что у нас есть своя история, что в каких-то селениях наверняка были такие числящиеся дурачками парни, которые любили парней. Вот. И может быть, даже их не особо за это корили в каких-то селениях. А может быть, конечно, и жгли на кострах. Про бани те же самые, да, общественные, где даже были услуги такие. Мужчина мыл мужчину и мог оказать еще какие-то услуги дополнительные. Кто-то из родственников Николая Второго оставил дневниковые записи о том, как он посещал баню, и что вроде как он очень сильно смущался. Это такие закрытые были записи его, не для посторонних глаз. Но мы сейчас можем знать, что он очень сильно себя за это корил внутренне, и что опять засмотрелся на какого-то Сыроежкина. Я даже запомнил эту фамилию, который вот банщик, и вот его мыл, и ему опять хочется к нему. И так это здорово. Мой первый улыбок был сделан, нарисован в период пандемии, когда я понял, что это локдаун, что мы должны сидеть в квартирах. Вот это вот свобода от людей, от внешнего мира. И вот это вот то, что стало больше виртуального мира, который от многого освобождает. Вот просто ты перестаешь думать о том, что ты кого-то увидишь в реальности. И даже работа твоя переносится на удаленку, да, то есть удаленка получается. Не знаю, как-то захотелось чего-то, какой-то открытости. Почему-то я почувствовал, что я могу. А тут меня уволили, и прекрасно я сижу и рисую в свое удовольствие то, что хочу. И почему бы это не лубок, почему бы не найти свою идентичность внутри этой страны, которой у меня совершенно не хватает, которой я не чувствовал. Сейчас я рисую ее, я изучаю узоры всевозможные, я их переношу иногда из каких-то старых советских книг. Советские люди очень хорошо изучали царскую цензуру. Вот. И благодаря вот этому изучению есть много книжек. Не так много, как хотелось бы, но они есть. Я учился в художественной школе в Куйбышеве. Такая очень хорошая художественная школа. Я сейчас это понимаю. Тогда, когда я был маленький, этого не осознавал. Ну вот меня отдали в нее, когда мне было 8 лет. И там прекрасная школа живописи была, и рисунка, и даже лепка была у нас. В общем, очень всесторонне нас развивали. И, кстати, сказать вот интересно, что сейчас я рисую вот эти лубки, и мне хочется показать вот эту вот непорочность, что ли, какую-то наивность, искренность такую вот в этих глазах, открытых широко моих героев. И вообще, я считаю, что у нас в России почему-то неправильно люди понимают, может, даже вообще в мире, вот гомофобы, по крайней мере, да, что, типа, это какая-то грязь, что это какое-то извращение. Возможно, и есть это, но это есть в гетеросексуальном мире. Вот лично в моей жизни она состоит из любви, и у меня не было вот этой грязи совершенно. Я удивлен, и как-то мне это даже обижает, что люди думают, что это все какая-то вот... Какая-то половая девиация. Я лично всегда любил и никогда не строил свои отношения без вот этих чувств. У меня их не было, вот таких отношений. Ну, вот я, по крайней мере, из моего близкого круга. Это всегда какие-то истории очень глубоких страданий, таких глубоких чувств. И я сам, собственно, забывал свою первую любовь. Я не думаю, что я ее забыл, но как минимум 8 лет, да, я ее забываю. Расскажи про своего парня. Просто переписка в фейсбуке, мы заобщались, и... Я увидел фотографии, и этот взгляд просто какой-то очень добрый и лучистый, не знаю, и все как-то понял. Я отметил в нем просто свет внутри него, и он умудрился во мне тоже рассмотреть свет какой-то. То есть это такое. Наши отношения, они строятся сейчас на каком-то таком... Именно что свете, я не знаю, как это еще объяснить. Ну, я лично дурачок полностью в отношениях. Я не люблю ничего там темнить. Я всегда открыт и говорю как есть. Вот для меня вот это вот доверие важно. Собираемся жить вместе. Ну, понятное дело, что он не будет приезжать ко мне в Россию, потому что здесь делать нечего. Поэтому, да, я собираюсь с ним соединяться. И он сказал, что будет рад видеть меня в Украине, если мы будем жить вместе и строить свою семью. Мы уже даже думали о детях. Я не знаю, каким образом этого возможно решать, но он больше об этом даже думает. Я как-то довольно скептически к этому отношусь, но не против, если что-то получится. В принципе, вот эта вот вся карнавальная культура мне не очень близка. Вообще вот эти дискотеки, я всю свою юность их избегал, потому что у нас, например, в Куйбышеве там были драки. Там просто бухаловка, и все друг друга убили. Мир, который ночной мир, я пытаюсь заспать. То есть я живу как человек, который просто тупо боится. Физическое какое-то вот. Не знаю, так вышло. Просто я не хожу ночью, к примеру, да. Я ночью сплю или что-нибудь пишу, или рисую. У меня такая дневная жизнь больше. В России я даже не выхожу вечером в какой-нибудь магазин на прогулку. Мы как-то ходили в гей-клуб, кстати, да. Пару раз это было здесь, в Новосибирске. Не скажу, что мне понравилось. Но это весело. Ну, я даже и не пью уже. То есть я не знаю, что там делать, если ты не набуханный. А, да, кстати, интересный момент тоже. Вот этой вот телесной раскрепощенности. У меня он отсутствует в плане танцев. Я никогда не танцевал. Я всегда даже, когда, помню, у нас были дискотеки в школе, у нас все парни сидели. Ну, редком девушки танцевали. Может, какой-то там особо одаренный в этом смысле. Что-то там какие-нибудь выписывал финты. Мы сидели и просто смотрели на всех. И я до сих пор такой внутренний. Я не готов себя отпустить на танец. Это что-то такое невероятное для меня. А зачем тогда уезжать, если тебе уже так комфортно? Ну, уезжать, чтобы быть счастливым в личной жизни, чтобы можно было гулять как-то, не знаю. У меня вообще, честно говоря, мечта такая, чтобы мы гуляли вместе там где-нибудь в Праге. Не в Праге, где-нибудь, не знаю, в Амстердаме, в Стокгольме. Не заботились о том, как на нас посмотрят, что скажут. Конечно же, я не хотел бы там, мне не важно, да, там, лобызаться у всех на виду и вот этот вот протест демонстрировать. Нет, как раз вот, чтобы и протеста даже, не было желания протеста. Чтобы мы просто жили и гуляли вместе как-то и не думали ни о чем больше. Кроме как вот просто у нас суббота и у нас прогулка. Ну, я надеюсь, что в этом будущем, в нашем общем, да, это такая будет открытая жизнь. Ну, я думаю, что мы живем просто вместе и делаем все, что нам нравится. В частности, просто гуляем, да, вместе и ходим на пикники, не знаю, вот такие вот какие-то вещи, такие милые, мещанские вещи. Те, которые присутствуют во всех гетеросексуальных парах. То есть, ну, просто читать вечером, ходить на работу, делать все вместе, смотреть киношки по вечерам, да, то есть рисовать что-то, писать на все темы, которые я бы захотел, да.